Здравствуйте! Прямо в эфире программа события новости большого города на Средней Волге. Вам готовы рассказать наши журналисты и я, Инга Пеннер, главная тема выпуска. Фрунзенский мост закатывают в асфальт. К Новому году по нему пронесутся первые машины. Поделились опытом. Елена Лапушкина показала членам палаты городов преобразившуюся Самару. В поисках министра Минкульт пока получил руководителя с приставкой в Рио. Жирафы символизируют девушек, птица мудрость. В Самаре открылась выставка картин, на которых оживают африканские мифы. Строительство Фрунзенского моста вышло на финишную прямую. Рабочие начали укладывать асфальт и сдать же объект должны не позднее конца года. Такое поручение до глава региона. Сергей Кизоркин проверил, успевают ли. Фрунзенский мост почти готов. Основные работы завершены. Началась укладка асфальта. Он будет проложен в два слоя толщиной 20 сантиметров. Такая дорога выдержит интенсивный автомобильный трафик, уверены специалисты. В данный момент производится укладка асфальтно-бетонной смеси. Порядка двух с половиной тысяч тонн будет уложено к концу недели. На объекте работа производится круглосуточно. По смене на объекте задействованы порядка 450 человек и порядка 80 единиц техники. По мосту водители будут ездить как по маслу, говорят строители. Покрытие Фрунзенского моста будет гладким. Соединительные деформационные швы сделаны по немецкой технологии. Асфальт укладывают, соблюдая все нормативы. Подрядчик гарантирует качество дороги на ближайшие пять лет. На участке у нас работает строительный контроль. Каждый технологический слой отдельно принимается, контролируется толщина, ширина и качество укладки. По обеим сторонам реки Самара заканчивается строительство автомобильных развязок, ведущих к мосту. На некоторых участках уже устанавливают фонари, бортовой камень, отсыпают обочины. В сентябре смонтируют контактную линию для троллейбусов. По поручению губернатора Дмитрия Азарова по Фрунзенскому мосту первые машины должны поехать уже в конце года. Благодаря дополнительному траншу из федерального бюджета удалось ускорить ход работ. Фрунзенский мост в ближайшее время соединит два района Самары – Куйбышевский и Самарский. Кроме того, обеспечит трафик автомобилей к федеральным трассам М5 и М32. Общая ширина моста – 22 метра, это шесть полос и протяженность почти три километра. Сергей Кизоркин, Дмитрий Мешканцов. События. Насколько безопасна еще одна важная транспортная артерия – Московское шоссе. Проверили дорожные инспекторы и общественники. Их интересовало, правильно ли нанесена разметка, работают ли светофоры и камеры фото- и видеофиксации. Каким выводом они пришли, расскажем в нашем следующем сюжете. Дорожные знаки, разметка светофоры и камеры видеофиксации. Правильно ли они установлены и способствуют ли безопасности дорожного движения на Московском шоссе? Этим вопросом задались активисты Общероссийского народного фронта и сотрудники областного ГИБДД. Совместный рейд охватил несколько километров трассы от проспекта Кирова до Ракитовского шоссе. Именно на этом участке чаще всего нарушают правила водители. Фиксируют нарушения фото- и видеокамеры. Они установлены чуть ли не на каждом столбе по обеим сторонам Московского шоссе. Ежедневно под прицел автоматизированных комплексов фиксации правонарушений в регионе попадают порядка 10 тысяч нерадивых водителей. Среди нарушений превышение скорости проезд на красный сигнал светофора, заезд за стоп-линию. Автомобилистам приходится платить крупные штрафы. Некоторые водители пытаются их обжаловать. Большое количество жалоб приходит от автомобилистов. То есть по фиксации правонарушений сообщается о том, что, например, знаки перекрывают друг друга. И видимость знаков несоответствует нормативам. Либо, соответственно, светофоры, как-то светофорные объекты, может быть, работу несвоевременно фиксируют. Но, опять же, мы разбираемся в этих всех моментах. Полицейские минимум один раз в месяц проверяют работу видеокамер, смотрят за состоянием разметки и наличием дорожных знаков и устраняют нарушения. Если штрафы водителям пришли неправомерно, такое бывает, когда настройки камеры сбиты, их можно не платить. Но в этом случае штраф нужно оспорить в областном ГИБДД. Если участники дорожного движения не согласны с правонарушением, то они имеют законное право в течение 10 дней после получения постановления обжаловать. А можете обратиться, соответственно, к нам на Красноармейскую 135 в часы приема. Мы рассмотрим эту ситуацию. Все выявленные недочеты по дорожным знаком, светофорам и камерам наблюдения на Московском шоссе активисты ОНФ направят на рассмотрение собственнику дороги, то есть в областной Минтранс, чтобы там в кратчайшие сроки устранили все нарушения и обеспечили безопасность движения. Такая работа ведется постоянно. Уже привели в порядок разметку и пандусы. Сергей Кизоркин, Дмитрий Мешканцов. События. В Самарском регионе установлен предельный размер стоимости за проезд по платным дорогам. Пока таковых нет, но для дальнейшей работы с инвесторами и заключения концессии цена должна быть определена. Все цифры у Ларисы Шалафаст. Платных дорог в 63-м регионе пока нет, но это лишь вопрос времени. Мост в районе Климовки вскоре начнут строить, и проезд по нему, возможно, будет платным. Цену вопроса обсуждают на заседании областного Кабмина. В итоге определили, владельцы легковых машин за километр заплатят 2 рубля 10 копеек, грузовых авто – 12 рублей 30 копеек. За этими цифрами стоит жесткое экономическое обоснование. Расчет предельного значения максимального размера платы осуществлялся на основании методики расчета платы за проезд транспортных средств по платным дорогам, который утвержден постановлением правительства Самарской области 320. Предложение направят на рассмотрение в Губернскую думу. Изменений требует и региональный закон об обеспечении наркотическими средствами больниц. В Самарской области за это отвечает предприятие «Монополист» «Самараформация». И пока договор с ним можно заключить только после проведения торгов. И вот тут и начинаются сложности. Анализ закупок, проводимых государственными учреждениями, здравоохранения подведомственных министерству, также показывает отсутствие конкуренции, поскольку закупки признаются несостоявшимися в связи с подачей заявки одним участником – «Самараформация». В правительстве же хотят отменить торги, ведь по факту их проводить не с кем. Окончательное слово вновь за депутатами Губернской думы. Региональным же министерствам предстоит вскоре выдержать серьезный экзамен. Завершается первый год реализации нацпроектов. И вскоре предстоит выяснить, насколько ведомства справились с поставленными задачами. Первый год реализации нацпроектов скоро будет завершаться. И, конечно, к итогам года мы должны подойти со всей ответственностью, а самое главное – с результатами. Результатами, которые оценят граждане Российской Федерации, жители Самарской области, которые будут оценены на федеральном уровне. Это позволит нам создать прочную основу дальнейших достижений. Большая часть вопросов расширенного заседания касалась предоставления бюджетных кредитов муниципалитетам. Администрация Похвестнева запросила у регионального правительства деньги на реализацию инвестиционных проектов, на проектирование и реконструкцию водозабора «Западный». Он должен появиться по нацпроекту «Экология». А также завершение работ по строительству детского сада на 150 мест и физкультурно-спортивного комплекса с бассейном. Также финансовую помощь из областного бюджета получат Камышлинский, Соклинский и Сергиевские районы. Лариса Шлафаст, Константин Головин. События. В Самару приехали главы городов региона, чтобы посмотреть, как преобразился город и перенять опыт. Елена Лапушкина показала коллегам новые знаковые места, сквер Фадзеева, площадку храма Кирилла и Мефодия и Крымскую площадь. Гости в восторге. И что же произвело на них самое большое впечатление, узнала Мария Левина. Для городоначальников приготовили насыщенную программу. В целях обмена опытом за круглым столом главы муниципалитетов поделились друг с другом опытом решения актуальных проблем. Сразу после отправились увидеть преображение самарских парков, скверов и площадей по программе формирования комфортной городской среды, которая реализуется в каждом из муниципалитетов. Изменения кардинальные. Объекты не просто благоустроенные. В каждом объекте есть своя изюминка, что-то свое интересное. И самое главное, что, несмотря на рабочий день, эти объекты пользуются популярностью. Мы только с утра. Очень счастливы, довольны, да? Да, очень. Нам понравилось. Мы второй раз сюда пришли. А вы где живете? Мы живем через дом. То есть вообще близко? Да, здесь прям три минутки, и мы здесь. Спасибо. Тур по новым знаковым местам Самары начали со сквера у храма Кирилла и Мефодия. Здесь сделали колоссальную работу. Изменения налицо. Еще в прошлом году площадка была запущена. Сегодня это мини-парк с большой зеленой зоной и уникальным детским уголком. У нас эта мунициповая площадка, она сделана под эту территорию, конкретную территорию. Следом отправились в сквер Фадеева, на преображение которого потрачено больше всего средств. Изменения того стоили. Гости города оценили и большой выбор спортивных площадок, футбольные, баскетбольные, воркаут и космический детский городок. Мы видим, что на общественных территориях, которые реконструируются в рамках национального проекта, в рамках комфортной городской среды, люди оцениваются это, как говорится, своими ногами. И дети, которые видно с улыбками, счастливые на этих игровых комплексах и площадках, выражают свою энергию и положительные эмоции. Это замечательно. Вдохновившись самарскими преображениями, главы муниципалитета взяли некоторые идеи на карандаш. Следующее место, которое необходимо провести в порядок в Октябрьске – главная городская площадь. В главе муниципалитета понравился дизайн Крымской площади. Больше чем красиво, просто великолепно, интересные проектные решения, интересные объекты. Это говорит о том, что команда профессионалов есть в администрации городского округа Самара, она работает. Очень интересные решения, которые, я понимаю, воплощены были именно по пожеланиям жителей, живущих каждый в своем районе. И я думаю, что вот такое великолепие, оно сегодня создаст комфорт жителям городского округа в каждом районе, в котором такое пространство появилось. Помимо общественных пространств, которые получили долгожданное преображение по программе формирования комфортной городской среды, гостей пригласили в музейный квартал с посещением дома, где когда-то жил знаменитый режиссер Ильдар Низанов. Мне очень понравилась реакция моих коллег, ну и во время проездки, конечно, я услышала от них много предложений, и они делились опытом. И мне хотелось, как председателя ассоциации, все-таки зародить такую традицию, что мы в каком-то городе собираемся, проводим совместные совещания и в том числе и показываем свои достижения. Все свои итоговые предложения Ассоциация Совет Муниципальных Образований Самарской области направит на рассмотрение губернатору Дмитрию Азарову. Мария Левина, Николай Епифанов. События. Сотрудники Росгвардии проверили саморских охотников. Такие рейды в летний-осенний сезон проводятся регулярно. И главная цель – выявить факты незаконной охоты и нарушения правил оборота оружия. Но в первую очередь специалисты проверяют наличие разрешительных документов. Увидеть ваше разрешение на оружие. Добрый день. Здравствуйте. Добрый день. В Самаре эвакуировали посетителей банка. Инцидент произошел в отделении, расположенном на пересечении проспекта Кирова и улицы Ставропольской. По словам свидетелей, территорию вокруг отделения оцепила полиция. На место происшествия приехали представители экстренных служб. Как пояснили полицейские, тревога была поднята из-за обнаруженного бесхозного пакета. При обследовании выяснилось, что он опасности не представляет. Подошедший хозяин забрал свои вещи, пояснили в областной полиции. В Новокуйбышевске задержаны двое мужчин, которых подозревают в серии разбойных нападений. В полицию неоднократно обращались женщины с заявлением, что на них напали и сорвали золотые украшения. Общая сумма ущерба составила 100 тысяч рублей. По каждому факту сотрудники полиции выезжали на место происшествия. Смотрели видео с камер наружного наблюдения, опрашивали жильцов. Это помогло сделать вывод, что преступления совершали двое и выйти на злоумышленников. Они задержаны и уже рассказали, что вещи продали, а деньги потратили. Возбуждены уголовные дела. Всем, кто пострадал от действий задержанных, просьба обратиться в ближайший отдел полиции или звонить по телефону, указанному на экране. Названы профессии, в которых на смену людям скоро придут роботы. Это произойдет к 2030 году. Исследователи заявляют, что роботы заменят 45% работников. Они будут трудиться в гостиничном и ресторанном бизнесе, на обрабатывающем производстве, в сельском и лесном хозяйстве, розничной торговле и добыче полезных ископаемых. Но процесс не приведет к росту безработицы, потому что будет сильно растянут по времени. У работников будет возможность переучиться. Власти Самары начали переговоры с представителями певца Димы Билана, который после скандального нетрезвого выступления на дне города пообещал дать новый концерт и сделать подарки, сообщает в Департаменте культуры города. Билан, ведя обращение в его Инстаграм, извинился перед жителями за выступление в нетрезвом виде, отметив, что давно не принимал алкоголь и поэтому не рассчитал дозу. Певец пообещал в ближайшее время дать в городе бесплатный открытый концерт. Кроме того, артист пообещал подарить городу детскую площадку и необходимый для лечения детей аппарат в больнице. Лето в Самаре задержится до конца недели. Температура днем будет достигать 25 градусов, но ночью будет по-осеннему прохладно. Осадков не ожидается. Ветер юго-восточный, сообщают синоптики. Сегодня в регионе местами пройдет небольшой дождь. Ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха до 24 градусов. В четверг 12 сентября сохранится малооблачная погода без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха достигнет 26 градусов. Ночью местами 7-12 градусов. В пятницу 13 сентября малооблачно без осадков. Ветер юго-западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха днем будет 26 градусов. Ночью от 7 до 12. Местами до 3. Самарский Минкульт возглавила Ирина Калягина. Она назначена временно исполняющим обязанности министра культуры. Соответствующее постановление подписал губернатор Дмитрий Азаров. Калягина будет руководить министерством, цитата, до назначения лица на указанную должность в установленном порядке. До этого момента Калягина была заместителем главы Минкульта. Напомню, кресло министра освободилось после назначения Сергея Филиппова директором Самарского академического театра оперы и балеты. Филипп возглавлял министерство с 15-го года. После смены управленческой команды региона в 2018 году он работал в статусе в Рио-министра. В апреле этого года был объявлен конкурс по поиску нового руководителя для Минкульта, однако комиссия, проводившая отбор кандидатов, не смогла выбрать достойного претендента. Тем временем в оперном театре готовятся к открытию нового сезона. В Самаре впервые покажут постановку «Любовь к трем апельсинам», чьи декорации обещают художники покорят публику. Как связаны «Самара», «Черный квадрат» Малевича и сказка итальянского драматурга 18-го века, знает Валерия Куценко. Декорации постановки «Любовь к трем апельсинам» сделаны в стиле авангарда 20-го века. Работы напоминают творчество Кандинского и Малевича. Зрители на сцене увидят настоящий конструктивизм, геометрические формы, черно-красные тона и объемные фигуры. Знаменитую оперу Сергей Прокофьев написал, основываясь на пьесе знаменитого Всеволода Мейерхольда, который вдохновился одноименной сказкой Карла Готци. За сто лет постановку показали во многих театрах мира, сейчас на очереди «Самара». Художники по костюмам решили сделать наряды в соответствии с высокой модой. Актеры выглядят как модели на дефиле от кутюр. Сейчас команда работает над головными уборами. Очень много фантазии и каких-то интересных таких вещей. Ну, например, один из таких второстепенных персонажей, но здесь тоже очень четко и ясно видно, это трубач и вот такой вот цилиндр. Кажется, что он классический, но в то же время вот этот вот бортик, он дает именно вот ту фактуру и то присутствие, которое необходимо. По сюжету оперы в результате политических интриг главный герой становится жертвой заклятия и влюбляется в фрукты, в три апельсина. Он должен любой ценой их найти, чтобы чары рассеялись. В самарской постановке необычное оформление сцены театра. Художники-постановщики вдохновились супрематизмом Малевича с его черным, красным и белым квадратами. Идея такой постановки именно в Самаре возникла не случайно. В 90-е годы в городе нашли четвертый квадрат знаменитого художника. Теперь работа хранится в Третьяковской галерее в Москве. Мы об этом узнали уже, когда было у нас решение. Вот это было очень неожиданно для нас. Мы думаем, наверное, это не случайно, что вот мы это придумали и вдруг оказалось, что вот такое совпадение. Это достаточно сказочная история. Хотелось, чтобы она была необычной. Но ведь, кроме всего прочего, мы задаемся вопросом, кто мы и в чем смысл нашей жизни. И поиск принца из сказки – это поиск самого себя. И в итоге он приходит к решению. Поэтому вот нас все так вдохновило. За красоту на сцене и яркие образы актеров отвечает главный художник-постановщик Елена Соловьева, дважды обладатель самой престижной театральной премии страны «Золотой маски». Такая философская комедия, скажем, потому что мы закладывали мысли, не знаю, насколько это прочитается зрителям, о творчестве, о жизни, как все начинается и как продолжается, и как иногда мы начинаем все с нового листа. Премьерные спектакли пройдут 13 и 14 сентября. Начало в 18.30. Перед спектаклем 14 сентября для зрителей прочтут лекцию об опере «Любовь к трем апельсинам». Начало в 17.30. Вход по билетам спектакля. Валерия Куценко, Василий Калдашов. События. Картины, в которых оживают мифы и сказки. В Самаре открылась выставка «Тинго-тинго. Квадратная живопись Африки». Уникальный художественный стиль создал выходец из африканского племени Эдуард Саиди. «Тинго-тинго. Почему же эта манера письма покорила весь мир?» пытался понять Никита Борисов. Его уникальный стиль захватил весь мир и даже создал моду в анимации. К примеру, всем известные мультфильмы «Мадагаскар» и «Маугли» полностью отражают живописную манеру автора. Африканская тематика мне очень близка, рассказывает жительница Самары Ирина Скачкова. На выставке она создает уникальную атмосферу, играя на африканском инструменте джембо. Это разновидность барабана, игру на котором Ирина освоила три года назад. Делится. Картина на выставке ее очень вдохновляет. Но самое больше всего мне понравилась вот эта вот картина со слонами. Это вообще живописнейшая картина, она приковывает внимание сразу. Увлечение принесло Ирине новых друзей. На городских праздниках и вернисажах она выступает в дуэте с любовью. Это джембо-джембо, африканские инструменты, которые делаются из целого дерева, очень тяжелый, выдалбливается это дерево. И потом мембрану натягивает из кожи и шкуры. Тинго-тинго – узнаваемое направление восточно-африканской живописи, которая отличается яркими красками и некоторой инфантильностью. На большинстве холстов изображены африканские животные – жирафы, попугаи, зебры, леопарды и тигры. Художники создают уникальный мир, где все живое находится в полной гармонии. Отсюда и название картин. «Мой мир, твой мир», «Святое семейство», «Жители Африки», «Любовь земная», «Танец для друзей». Картины понимаются буквально только теми, кто не знаком с африканскими мифами. В действительности же у них есть второй смысл. Жирафы, например, для жителей жаркого континента символизируют девушек. Зебры – маленьких девочек, а птицы – мудрость. Мы потеряли связь с природой, а эти работы, они кажутся очень простые, наивные, но они несут в себе вот эту первобытную энергетику. Все желающие могут познакомиться с уникальным африканским направлением живописи на экспозиции «Тинго-тинго», которая будет открыта в течение месяца в выставочном зале «Арт-стиль». Никита Борисов, Николай Епифанов, События. Никто, кроме них, эти слова вполне могут стать девизом не только десантников, но и тех, кого сегодня принято называть неравнодушными горожанами. В Самарской филармонии наградили самых активных общественников и подарили им концерт классической музыки. Председатели многоквартирных домов, члены общественных советов микрорайонов, все они борются за коммунальное благополучие не ради денег и славы. Наш корреспондент воспользовался случаем и узнал, зачем же им это надо. В Самарской филармонии наградили самых активных общественников города на одной из акций проекта «Самарская область. Наш дом». Честовали тех, кто следит за состоянием своих домов и дворов, входит в общественные советы микрорайонов города и многоквартирных домов и делает жизнь в Самаре лучшим. Среди гостей Михаил Богданов. Его пять лет назад выбрали старшим по дому на улице Зои Космодемьянской. Эти годы были потрачены не зря. За пять лет совместно с жилищно-коммунальными службами, то есть у нас были отремонтированы крыши дома, установлены двери дополнительные, ну и, конечно, обслуживание дома ведется. Со сцены прозвучало приветственное обращение губернатора. В нем отмечалось, что успех национальных проектов, которые сейчас реализуются в области, во многом зависит от активности горожан. Уверен, что объединяя усилия власти, бизнеса и самих граждан, мы укрепим позиции нашей губернии как опорного региона страны с мощной экономикой и комфортными условиями жизни. Наталья Александровна участвует в устройстве озеленения предопроводных территорий. Первоначально я вообще даже не думала, что это будет мое. Сейчас настолько втянулась и понимаю, что я делаю эту работу в первую очередь для своих жителей, для себя в том числе. И стараюсь, конечно, по максимуму получить результат в своей работе. А подарком для гостей стал концерт симфонического оркестра Самарской филармонии. Артисты на бис сыграли произведения классиков. Сергей Кизоркин, Семен Безгинов, Николай Сидоров. События. На этом наш выпуск завершен. Мы рады вам сообщить, что число просмотров нашей программы на Ютьюбе превысило 23 миллиона. Смотрите передачи Самара Гейса на нашем сайте, в его мобильной версии, а также на Ютьюбе. Удачи вам. Увидимся. Субтитры подогнал «Симон» «Симон»